так друзья здравствуйте 1 апреля никому не верь вот и мне не верьте не верьте что этот абрикос не просто был дикарем а стал полу культурным он пережил всех и все посажен был 2000 1986 году весной примерно двухлеткой добыл я его у того самого садовода из поселка майны которого зовут левицкий его имя я фактически обессмертил потому что пришла пора и его лучший сорт бай вернее клон баях которым мы все поработали вот стал кроватым названием уже не просто бай а бай левицкого клон бай левицкого вот еще я у него раздобыл вот это вот абрикос который был манджурский прошли годы вот плоды его чуть-чуть стали слаще это влияние соседи чуть-чуть стали слаще чуть-чуть окрашены вот но свое величие он не потерял вот он давал до 20 30 ведер был особый год сюда должна было бы но этого никогда невозможно не случится приехать комиссии из москвы зафиксировать рекорд как я можно было зафиксировать вот здесь вот живут мои замечательные соседи вот вот этот абрикос сеян самура я называю супругом моего между ними примерно 26 метров крона у них замкнулись смотрите и вот сейчас имеем такую сладкую парочку вот и вот соседские соседская соседка хозяйка это участка так она собирала с него ведра с абрикосами собрала 15 ведер он конечно большой когда облиственной и вот эти 15 ведер я точно знаю почему потому что я у нее выкупил ради косточек в тот год был особый спрос на косточки был большой то сейчас он за эти годы упал а так как я платил за каждое ведро то посчитайте сколько было ведер по 300 рублей если я заплатил за него за 15 ведер вот и вот когда на нем висели плоды я даже сам бы не поверил что 15 ведер ну да большой урожай но и абрикос то не такой уж и большой в это время его супруг это тот самый русский абрикос я его назвал патриарх вот на нем висела примерно плодов если так брать на ведра и никто не считал к сожалению собирали 5 или 10 снова 5 снова 8 потом 3 потом 5 они сыпали сыпались по всем приметам должно было быть около 50 ведер но сегодня 1 апреля можете покрутить у виска посмеяться вот но все что я сказал это правда вот а там хотите верьте после этого он уже не давал такое количество последний год вообще дал три ведра вот у него своя трагическая судьба вот мы сегодня будем говорить о подвоях почему именно о подвоях потому что вот сейчас абрикосы 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 и туда посмотрим абрикосы 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 вот большинство из них по двоим служат косточки потом сеянцы взяты из него судьба его почти закончилась карьера одна из величайших глупости когда-то в молодости я вот эту вот ветку убрал она мне мешала низко неудобно вот я был такой как все вот сделал рано на кольцо называется официальная обрезка на кольцо это сейчас я считаю обрезка на кольцо это неосознанное преступление против плодовых деревьев ошибка страшная грандиозная всепланетная даже не всероссийская но россия самая северная страна и последствия самые страшные коснулись ее то есть отсутствие абрикосовых садов росла росло дерево рано не затягивалась нет рано увеличивалась затягивалась потом есть сейчас я прошу прощения отвлекусь ненадолго алло я сейчас кино снимаем через 20 не это ничего не случилось я перезвоню сейчас самый момент когда это в саду снимаю так прошу прощения за причем я никогда не включая телефон иногда знаете как прямо это вдруг раз человек говорит а можно задать вопрос про абрикос а я в абрикосовом саду и получается как бы сказать еще еще и лучше и вот получилось так если вот это дерево распилить сейчас вот в этом месте если бы она умерла вот так распилить вы увидите что полной древесины мертво результат рухнула вот эта ветка не выдержала она не выдержала снегом это проходили и все равно как мог все-таки отрезал сколько возле разлома и все-таки видите рано на концу не делал она была бы в два раза больше по размеру а вот эта ветка которая вылезла из этого полупня уже давно плодоносит почему я об этом говорю все-таки выжила вещь уникальная манжурские абрикосы это особо будущих садов вот к этому даже пришло благодаря мне в том числе благодаря моей страшной огромной работе как моему фанатичному отношению к моим бесконечным публикациям все-таки московские ученые дозрели лучше по двое манжурские абрикосы поначалу вот не безызвестный сибирский садовод утверждает вот но потом все-таки пришло осознание поэтому я не название одной фамилии я свою роль в этой жизни выполнил но интересно другое 25 трехлитровых банок мелких это же манжурец абрикосов каждой банке я никогда не мил там тысячи влазит таких это 25 тысяч косточек разошлись по россии большая часть в плане подарков ну часть и продано было они помогли мне пережить зиму помочь многим многим людям которым еще хуже чем мне живется скромнее живется так скажем и вот в результате сейчас в сотнях садах появятся вот такие вот красавцы тем более что пару слов про агротехнику и так он был посажен на ровном месте но здесь склон естественный вон там и не сей туда 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 вот видите какой склон ну градусов 10 есть это значит что здесь не задерживается снег это уже плюс посадка абрикоса также груш в ямы так называемые посадочные ямы с заглублением это страшная ошибка вторая и смертельная всепланетная после вот этих обрезок на кольцо такая страшная но здесь получилось так расклон вода я не делал никогда этих ям чтобы для полива и так называют и в этих яма сгнивают деревья особенно весной когда днем вода а ночью лед в ямках и вот получилось так что дерево росло росло сейчас она с трехэтажный дом когда она близится на кажется еще два раза выше да вот те верхние ветки это где-то третий этаж даже выше чем окна третьего этажа если бы рядом дом стоял и вот получается что долголетие его зависит от того что она начала увеличиваться размерах увеличиваться размерах корни корни как бы выдавливали поддавливали землю вверх и потом когда я ходил по лесу я подходил десяткам сотням таких взрослых солидных деревьев я везде видел холм я понял одно это природное явление холм появляется с целью это ну как бы выделил селекция природная выделила деревья которые делали холм вокруг себя а значит сопривание корневышейки было минимальное и обеспечивало долгожительство деревьев вот один из долгожителей сибирских я дружу с человеком который в свое время имел должность заведующей лабораторией аграрных проблем города абакана кандидат наук толсун доскобилов толсун полностью толсун полот доскобилов вот русский узбек вот меньший мужик 25 лет провел со мной в этом саду я работал отслеживал и его слова это самое уникальное дерево в сибири вот это для чего она нам надо и так мы выращиваем сеянцы потом я вам покажу сеянцы а и по моему сергей привил но мы потихонечку пойдем ту сторону монетоба канада почему она так себя хорошо чувствует правильно потому что у них тоже есть маленький холмок уже хотя ангел он тоже на холм не садил есть склон вот а теперь ну еще поблизости с абрикос а есть непривитый корни собственно абрикос знаете в чем его феномен сказать вот я феномен в том что когда-то на него была привита культурный абрикос какой понятия не имею прошло время видите вот этот пенечек вот и он погиб но гены его перешли уже дикаря и внимание это как сказать ну я сейчас и так плачу за монтаж фильмов там за музыку за рекламу за вставки эти и так по 200 рублей замечательной скромной девочки которая работает учится вернее студентки так вот а уже больше не могу потому что если бы я вам показал несколько фотографий на нем висят плоды банджурис но уже 40 граммовые они настолько красивые что если вы скажете что это полу культурные или дикие вот вы себе сами язык откусите но поверьте на слово и в конце этого фильма я попрошу брата уже он это и специализируется на музыкальных фильмах он хороший компьютер шик он должен будет ну штук 50 фильмов все манджурцы мои у меня есть штук 50 все они с плодами и это будет такая музыкально подберет музыку как на которая не лицензирована и которую не сотрут эти надзорные органы и вы увидите в том числе плоды из этого абрикоса вот но так ли так мне это так мне дешевле и так посмотрели мы то есть манджурец не привитый подчеркиваю на прививка оказался за счет прививки гены попали в дикаря получились очень приличные плоды уже на уровне серафима до уровня амура не хуже так теперь ну я случайно иду мимо груши которая называется тоже привитая но мы уже говорили а уссурийских грушах а по двоих просто не могу прийти чтобы не сказать ребята я не болтун вот так надо обрезать живые или мертвые ветки вот так надо обрезать никаких равных кольцо когда это будет осмысленно уровне россии наши дела сдвинутся с места а пока обрезка на кольцо увеличивает удлиняет ой 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 так проехали по пути мы еще зайдем питомник все-таки покажу вам привитая на манджурского абрикоса поэтому и разговор смотрите вот видите вот достаточно солидное дерево его скромно ему 25 лет это амур вот эти ветки сергей срезал и я немножко срезал вот все он срезать не мог вон они там где-то высота метров десять самый верх вон они самые ценные веточки то амура но все равно он срезал штук 20 веток и я еще десяток на продажу вот это дерево хорошо тем вы знаете у нас много грамотных ребят я просто поражаюсь настолько грамотно и они говорят нет выберете лекарственных через кислородных деревьев а у них расшатанную наследственность я обалдею читаю такие письма а мне пожалуйста деревья взрослых с устоявшейся генетикой во я с одной стороны горжусь тем что у меня такие друзья вот те кто следит за моими ой как как я счастливый такой да пожалуйста я беру на этом секатор пятиметровых и тогда пожалуй срезаю а сам говорю нет меня не переделать я сторонник расшатанной селе сторонник расшатанной наследственности то чего мичурин предостерегал для меня это и есть сама жизнь вот иначе бы а как бы у меня получилось что вот я сейчас прохожу правда мимо абрикосов некоторых вот видите тоже привиты вот не все удачи он видите только не надо бояться вот этих вот грибов никогда эти грибы вот тех дерево которое обрезала обрезалась пока они это на черенки как пока не уничтожил никогда они не перекинутся вот сюда нет у них никакой заразы никакая то не зараза и тут миллион миллиард триллион будет этих самых высыпется оттуда этих самых семян грибов так вот миллион миллиард никогда вот это дерево не будет затронуто ими и никогда они не грызть его не будут потому что грибы едят только то что уже мертвое как это третий еще раз страшнейшая ошибка номер три это то что грибы считаются патогенными якобы от них идет уничтожение деревьев никогда никогда ясно вначале вот эти ветки я брал на прививку так потом подровнял теперь вот видите еще какие цены вот они только мир не кого продать их потом если даже вот здесь заболеет и вот столько вот возьмет и умрет вот столько и она почернеет она станет мертвы вот эта часть кусочек и тогда появится грибы но только тут и никогда вот тут вот это мы все будем проходить а я сказал возвращаясь к любимой теме один из супер абрикосов под названием абрикос мичуньский он никогда не был супером никогда вот он то вы можете тоже ведь водные грибы ветки резал на черенки дорезался но дерево никогда от этого не заболеет ветка мертвая потому что я перерезал перестарался вот поэтому мороз я убил но этот опять другая тема а настоящая тема в чем заключается в том что у него плоды увеличились до 100 110 грамм вот сегодня 1 апреля вы скажете ну сегодня железов разговорился но набра но он это имеет право 1 апреля он будет теперь для ля 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 нет друзья мои никаких ля 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 вот фотографии есть или она сана савинич и доценту даться ой как по фрейду доцентом будешь елена и пока аспирант второго года обучения кажется так вот университета красноярского кстати наши покруче московских буду да вот там все отрицают вот попробовали бы не сказать что шелезов случилось то ведь действительно 100 граммовые а я сам гадаю у меня есть несколько версий представляете академик со 100 граммовыми плодами вот фаина вот она со 100 граммовыми плодами королевский 100 граммовыми плодами правда этот помельче серафим ну 40 50 ну вот в общем за один год вдруг прыжок неизвестность а я это так и назову вот возьмем вот и не веточки супер а почему их не отрезал обрезка я делал для того чтобы тогда не дали годом раньше чтобы они дали побеги и их отрезать и вам же продать как супер сорта а и что будет а я не знаю а вот сейчас есть я их отрежу если все-таки их купите у меня до абрикос мичуринский а он предпоследний год был 30 граммовые вот они про эти самые плодовые веточки цветочные а последний год 100 граммовый а вот это ветки если отрежу что будет 30 или 100 вот она расчатана а мне только для только ради этого и живу не надоело быть мне сказали будет 70 грамм не хочу вот то грамм не хочу я хочу неизвестность пусть будет 30 пусть будет уже 150 если тенденция сохранится но я хочу жить этим а не иметь готовый результат многие стали бы играть лотерею заранее знаешь чем я выиграл лотереи почему много манов лотерейных манов почему вот лотерея манов да потому что игра и нервы неизвестность вот и вот здесь такой же лотерея вот этим я и живу кстати ухты елки не замазал но я много не срезал раз два три четыре короче никому не надо а вон там еще пять вот академик он вообще-то так не такой рослый но принципе я не дал ему расти вот чем беда то а знаете почему не дорасти ему его резал 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 посмотрите внимательно я вырезал резал каждый год резал резал вот он стал рассказать основа вот это дерево именно она из моих самое первое он стал основателем а вот это вот с двумя огромными плодами помните фотографии все два плода вот тоже под этим названием академик вот стоп сайтов украла его игорь пишет что это наши мы вырастили а она с этого дерева а посмотрите еще раз резал 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 калечил калечил вот смотрите к чему приводит калечения видели но еще раз говорю эти грибы не опасны они это причина обрезки мороз попал внутрь древесина омертвела и только на мертвую это почва запомните мертвая древесина почва для грибов лишайников так вот и мхов вот это вы увидите на каждом дереве ох я мне показал мхи на том самым первым патриарх сейчас прошу прощения что делать отключать не могу юлия заканчиваю фильм снимать 5 минут осталось а не успеху так прошу прощения я все равно не имею права отключать телефон даже таки ответственный момент как съемка вот ну что вам показать мы подходим к ну короче говоря это у меня довольно пожилые так мягко скажем абрикосы избитые морозами избитые моими видите избитые моими обрезками а вот это ой я прошел вот целый ряд молодежи ладно впереди тоже есть молодежь вот видите это мои супер сорта с ними трудно вот видите даже попробовал привить не удалось вот эту превью а у меня новая супер сорта то все которые за 100 помните супер серафим помните поздний филипп его помните поздний пианиста вот сюда и буду прививать третьим этажом уже но мы-то говорим о чем мы говорим о подвоях вот и я подхожу к питомнику осталось пять минут и он отключится сам и вот я хотел показать школку с манжурскими абрикосами опоздал уже 27 28 сегодня повторяю 1 апреля 27 28 сергей уже их привил наверное придется наклониться и показывать в упор видите вот они ближний ряд вот первый ряд 2 3 4 5 6 почему ленточки разные это каждое ленточка особо чтобы на каждую не ешь отберку а ленточка означает название сорта вот они посуде какие крупные и ведь не боится вот такие вот привать именно с таких вода на этом примерно толще это почти два раза толще моего пальца так вот эти толще молодец ну научился сергей хорошая школа железовская и вот они вырастают к осени 2 2 с половиной метра да естественно у них стержевый корень никто их не поливает никогда вот вот так получается что они потом будут радовать уже вас это на продажу еще раз поближе пригляделись сейчас весна плохо видно кругом ссор вот эти вот осенью были пересажены постоянное место ну-ка вот они вот так выглядят по двое именно яблонь сибирок они были выкопаны в тайге привезены размеры как раз вот примерно такие же вот средний размер карандаш или два карандаша вот эти сибирки также будут привиты только попозже на коленях то есть он садится на низкую скамеечку вот ну потом получается вот такой питомник так кажется нам поговорить не дадут но отключать я телефон не могу слушаю светлана даст я ой ёлки-маталки так ладно ну что друзья принципе разговор закончен еще ладно две-три минутки ну извините ну жизнь такая с почте позвонили есть проблемы а вот опять почта все главное деньги привезу через полтора-два часа а посылки не хватает денег все больше и больше требуется денег я в среднем расчет делаю 500 рублей 600 улучшенная нет нет ада улучшенная под нет ускоренная почта доплачиваю бывает и деда уже своих карманов до 700 800 900 последний случай был надо посылка дорогая была за на все свои килограмм ну пусть меня попросили 2 300 я правда тут же сориентировался забрал и отправил за 900 с помощью транспортной компании энергии нужно действительно разорить на 2 300 за 7 500 так ладно четверо разговаривался мне время то осталось 4 не 3 минуты и так вот эти абрикосы раз два три посреди каком состоянии сбиты напрочь 4 ох красавец полюбуйтесь на этот 5 дело в том что никогда не надо бояться вот этих морозобоин никогда не надо это же прививки уже также у земли прививка это культурный абрикос это опять же тот который потом уже с легкой руки чернобаева был назван рыжим на самом деле он номерной из этого кто-то когда-то извините за выражение стянул стащил его словучего сада пошел по рукам пришел ко мне а потом попал чернобаева у нее язык хорошо подвешен он назвал рыжим и прижил я махнул рукой и перестал называть его номерным ладно рыжий он действительно рыжие плоды и вот он один из таких видите красавца еще раз всегда они заживают полностью вот если приглядеться увидеть там где белое видите вот здесь вот снова белый вот это все их никогда нельзя трогать пальцами их никогда нельзя скоблить этими шпателями глупость это 4 я уже палец загнул потому что сегодня тема абрикоса никогда не подходить не трогать не замазывать не вырезать ну и опять же по железу не делать рано кольцо и тогда ему 30 лет вы понимаете 30 лет ему ваши все эти хитрости по барабану не подходите к нему и он ну что думаете он у меня умирать собирается вот этот вот красавица который образно называется рыжий этот уже старик я с ним ветки не беру а сейчас мы берем ветки от чернобаева тот режем он у него потому что моложе два раза его потомок веточка отсюда взята а теперь давайте отойдем подальше наше время не стыкают уже секунды пошли давай посмотрим собирается он помирать или не собирается вы видите вот эти приросты внимательно а вы видите просто вон там под небом вы всегда смотрите не на раны мол бы инвалид глубокий абсолютно здоровое залечившиеся дерево внимание под небом метровые прививки приросты это есть туда забраться если взять еще больше стремянку если взять еще длиннее этот самый секатор длина руки вот если срезать эти ветки это шедевр они должны стоить не 150 рублей как у меня сейчас стоит или 200 вот эти ценные ветки ну с молодых деревьев они должны стоить тысячу а не оговорился тысячу долларов вот так и заложить новые научные сады нужно вот этими вот дерево я чуть не искал покажу она помирать не собирается но и к нему не подходит никто я уже 10 лет все ветки не беру вот так вот друзья наговорился я еще начинается вот с этих подвоев только ради них это то что вы считаете болезнью это нормально лопается кора и зарастает лопается зарастает это все пределах нормы все осталось 20 секунд ну что я наговорился я не просто живу я сжигаю себя этими разговорами рассказами вот все друзья еще и моргает это зарядка то что все продолжение не будет тебя второго не будет вот но первая серия была про подвои яблон груш вот это и было и слива подвои вишни теперь пришла пора я успел рассказать про абрикосы манчжурский абрикосы феномен фендамент всех садов до свидания у манчжурский абрикосы феномен фендамент всех садов до свидания и с удовольствием у манчжурский абрикосы Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok